Заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга обсудили в Щелково-Аграхим вопросы импортозамещения и меры поддержки бизнеса в условиях санкций. В частности, поднимались вопросы производства в России действующих веществ для создания средств защиты растений и возрождения отечественной селекции и семеноводства. После круглого стола гости посетили производственные цеха. Сегодня здесь полностью автоматизированы линии по производству продукции. В прошлом году объем выпущенной продукции составил 34 тысячи тонн. Мощности предприятия позволяют дополнительно нарастить производство до 50 тысяч тонн в год. Сейчас нам всем требуется поддержать такие предприятия, в первую очередь, они системообразующие в нашей стране, для того, чтобы не зависеть уже от импорта к средствам производства. Затем гостям показали научный центр компании. Здесь разрабатываются новые препараты, синтезируются действующие вещества, создаются биопрепараты, феромонные ловушки. Все разработки нацелены на максимальную эффективность в защите культур с минимальным воздействием на окружающую среду. Это достигается за счет уникальных препаративных форм, которые разработаны научными сотрудниками предприятия. Сегодня в портфеле компании более 90 патентов на собственные изобретения. Качество продукции предприятия не нуждается в дополнительной рекламе. Препараты ежегодно получают признание международного сообщества, а динамичный рост продаж подтверждает выбор клиентов в пользу Щелкова Аграхим. Народная программа «Единой России» уделяет большое внимание вопросам продуктовой безопасности. Продовольственная безопасность – это две вещи. Это качественные урожайные семена и это эффективное средство защиты растений. Сегодня на площадке компании Щелкова Аграхим мы увидели и те, и другие разработки. Конечно же, в первую очередь мы сейчас займемся поиском инструментов поддержки, разработки технологий получения действующих веществ для получения средств защиты растений. Это должна быть скоординированная работа государства, бизнеса, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений. Мы знаем четкий перечень, какие вещества необходимо получить в нашей стране и как мы дальше будем использовать. Субтитры создавал DimaTorzok